Новый порядок финансирования судебной системы ведут в Казахстане. Она позволит повысить ответственность и независимость судей. В Сенате сегодня приняли законы, направленные на дальнейшее реформирование отрасли. Все они были инициированы депутатами. У нас очень много зданий 50-х, 60-х годов. И чтобы им ремонты сделать, нужно идти в Акиматы. Естественно, вопросы возникают, обоснованные вопросы. И мы этот вопрос перед правительством ставили, перед парламентом. Но сейчас нашлось решение ему. Суть его заключается в том, что будет установлен минимальный лимит, который невозможно понизить. То есть 6,5% от расходной части бюджета на финансирование государственных органов по 001-й программе. Это значит, что мы всегда на эти деньги можем рассчитывать. И нам не надо будет идти и просить эти деньги. Судебная система нуждается в квалифицированных кадрах. Поэтому кандидаты в суде по наиболее сложным отраслям права будут сдавать квалификационный экзамен. Срок повторного допуска к нему сократится с 6 до 3 месяцев. Также предусмотрен порядок конкурсного отбора. Теперь претендентов на должность судьи областного суда может только специалист с 15-летним юридическим стажем. Это могут быть юристы крупных компаний, опытные адвокаты или прокуроры. Принятые сегодня законы разработаны для реализации инициатив главы государства по совершенствованию судебной системы. Законы, инициированные депутатами парламента, предусматривают дальнейшую модернизацию судебной системы страны. Совершенствуется система отбора кадров на должность судьи и механизмы конкурсного отбора судей. Новые нормы позволят также широко использовать современные технологии в судебной системе, а также расширяют компетенции пленарного заседания Верховного суда и заседания Высшего судебного совета.